Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 15 октября, день Киприана и Иустины. Киприан жил на территории Антиохии и обучился искусству колдовства. Ему помогал сам дьявол. Иустина была красавица-христианка. Некий юноша решил ее соблазнить и для этого обратился к Киприану. Киприан наслал на Иустину бесов соблазна, но они не помогли. Он посылал все более сильных, но и они ничего не сделали. Тогда Киприан разочаровался в колдовстве, а вверх его обратился к христианству и принял крещение. Устинию и Киприана в народе считают защитниками от темной силы, бесовской, колдунов, ведьм и прочего. И сегодня следует избавляться от всякой нечисти и наваждения. Вести себя надо осторожно, иначе могут напасть злые силы. Причем больше всего страдают от них пьяницы и богохольники. В народе верили, что демоны могут являться пьяным людям и подселившись, забрать их здоровье. Они же часто доводят человека до самоубийства, чтобы забрать их душу. Бесов винили в возникновении белой горячки. Бесы могут принимать различные обличия, как обычные с рогами и копытами, так и в образе различных животных. Способны принимать облик иноземцев, поляков, эфиопов, литовцев, монахов и воинов. Чтобы вселить бесов в человека, колдун специальным образом заговаривает в воду. Выпив заговоренную воду, человек портится, поражается бесовщиной. Говорят, что можно подселить беса через поцелуй, пищу, дыхание и даже прикосновение. Приметы. Знатоки природы поднимались утром на Куприяна и смотрели в окно. Если не выпал снег, то не будет его и до родительской субботы. Имелось в виду первое в ноябре. Если идет сегодня сильный дождь и ветер, зима будет холодный. Если сегодня начался листопад, скоро наступят холода. Кстати, в кукурузной крупе имеется золото, микроэлемент, который там же нам необходим. Потом она желтенькая. Это говорит о том, что каротинчик, если так брать уже европейскую диетологию. Вот с этих позиций. Ну и естественно, все будет работать нормальненько. Желудок, кишечник. А вот это как мы будем готовить? Вот эти фрукты мы с вами будем готовить в отдельной кастрюльке в небольшом количестве воды. Нам нужно будет сейчас взять кастрюльку, налить в нее воды, разогреть и добавить туда эти фрукты. Сколько? Буквально может быть 2 сантиметра. А зачем их сделать вареными? А вот считается, что сырое более полезное. Вот и здесь как раз это связано с тем, что, например, у азиатов нет культуры потребления салатов. И сырая пища, в частности в китайской медицине, считается тяжелой для усвоения. Ну, золотого образования, если привычка. Да, особенно если, опять-таки, ослаблена селезенка. Если наш орган, который извлекает энергию из пищи, ослаблен, то мы не можем полноценно усваивать сырую пищу. И сырая пища может ее также охладить. Вот, вот хотел я как раз этот вопрос задать, а вы уже на него ответили. Дело в том, что сырая пища, особенно когда она принимается не по сезону года, допустим, зима холодна, и естественно, чтобы согреться, что-то хочется горяченько съесть. А мы будем съедать яблочко, которое вырастает, допустим, в августе и борется против жары, высушивающей жары, тем, что она охлаждает себя и напитана водой. То есть, и когда мы эти продукты будем использовать в ней не по сезону года, тем самым мы еще более привнесем в холодную зиму холод внутрь нашего организма, и у нас получится, что органы пищеварения, которые, по сути, являются огненными, теплыми, они потеряют свои пищеварительные способности и перестанут работать должным образом и вырабатывать энергию. Хорошо, смотрите, что там у нас получается. Каша у нас готовится, с ней все в порядке. Пускай, да? Да, пускай готовится. А мы пока поставим на огонь горячую воду для того, чтобы она разогрелась. Давайте. А вот интересный вопрос, Наташа. А как понять, в каком состоянии у них с селезенкой и вообще органы пищеварения, главные органы пищеварения, желудок, поджелудочная, с точки зрения восточной медицины, китайской, и так, чтобы как-то понятно это было. Конечно, каждого человека нужно смотреть индивидуально, но существует ряд общих симптомов, которые могут быть оценены каждым из нас. Во-первых, это чувство такой усталости, вялости. Мы чувствуем себя как блин, не хочется двигаться, тело кажется тяжелым, нам не хочется проявлять активность, бледные губы, бледное лицо, пища трудно переваривается, чувствуется вздутие после еды, даже если мы едим не сырую пищу, и нет свежести по утрам, мы не высыпаемся, даже если спим 8 часов. Это одни из основных симптомов недостатка энергии в селезенке. И значит, если мы сейчас все это будем использовать, то у нас будем вставать как огурчики, все будет перевариваться намного лучше. Да, и вот блюдо, которое мы сейчас готовим, оно как раз балансировано. Кукурузная крупа дает энергию селезенке и желудку, она их балансирует, приводит в состояние гармонии. Сухофрукты, которые мы варим вместе с кукурузной кашей, дают нам тепло и энергию нашему телу, а вот приготовленные в небольшом количестве воды 3-4 минуты сладкие яблоки и груши, они дадут нам соки и кровь, и также сбалансируют нас, и будут лучше перевариваться, потому что они не сырые. Приготовленные фрукты и овощи пусть 3 минуты, но они лучше усваиваются. И смысл не в том даже, чтобы пища, ну просто сырая пища, она усваивается дольше организму, организм тратит на это больше энергии. Ну тут всякая есть трактовка, потому что мы вот как раз Берхер Беннера разбирали, он говорит, там больше сырое. Ну ладно, я так понимаю, что просто-напросто щадящая термическая обработка, именно щадящая 3 минуты, она не столько там что-то там разрушит витамины, минеральные вещества, она просто привнесет энергию тепла, которая нужна для нашего пищеварения. Да, абсолютно правильно. Как, не пришло ли время у нас еще там? Вода сейчас скоро закипит уже, я думаю, через минутку одну, две. А кашу там стоит помешать? Да, кашу стоит помешать. Семнадцатые лунные сутки. Энергетика этих лунных суток способствует плодородию, произрастанию, накоплению, и поэтому ее связывают с женской энергией. Что касается энергетики организма, то сегодня активны почки и поясничная область. Сегодня можно пить почечный чай, промывающие и укрепляющие почки. Так как день предрасполагает ко всему хорошему, что имеется в нашей жизни, то рекомендуется накрыть красивый, вкусный стол и повеселиться. Из вин рекомендуется пить когор, который считается символом познания вечности. Что касается физической активности, то она должна быть большой и выполнена в виде танцевальных движений. Но это лучше всего. Наиболее подходят восточные танцы. Восемнадцатые лунные сутки. После предыдущего мощного дня эти лунные сутки несут спад. Энергии в теле мало. И это располагает к пассивности и подражанию. Замечено, что наш внутренний мир проявляется через отношение к миру внешнему. И если мы испытываем зависть, огорчение и другие негативные эмоции, виноваты в этом мы сами, а не окружающие. Осознание этого отражения – прекрасный повод для работы над собой. Энергия сейчас располагается в области половых желез, очевого пузыря и прямой кишки. Это удачное время для выполнения очевидных клизм, особенно если имеется высыпание на коже. Что касается питания, то сегодня воздержитесь от соленой пищи. Двигательная активность нормальная. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровья и до новых встреч!